Ох, ребята, это просто какой-то капец, как же я устал за сегодняшний день, у меня болит голова, гудят ноги, и всё это потому, что с самого утра я отправился на рыбалку. Ой, чёрт меня дёрнул туда вообще пойти, ещё жарко так, я походу перегрелся на солнце, и ладно, если бы у меня улов был офигенный, но блин, ребята, у меня всего лишь 12 рыбёшек, и это капец как обидно, что целый свой день до самой ночи я потратил на вот эти вот рыбки. Да, кстати, ребятки, всем привет, меня зовут Пиксель, ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. Очень редко я записываю ночные ролики, ребята, но сегодня, сами понимаете, ситуация того вынудила. Вы слышали это, ребята, такое ощущение, что, ё-моё, кто-то, кто-то рядом со мной плачет, мне же не могло послышаться, я, я, я 100% это слышал, вот, вот, опять вы слышите? Вообще ничего не понимаю, я думал, абсолютно все жители в моей деревне уже спят, время-то, наверное, ну, часа три ночи, не меньше, вы посмотрите, какая темень на улице. Если я не ошибаюсь, то плач идёт откуда-то из этого домика, это действительно правда. Ё-моё, может зайти к нему аккуратно, спросить, что случилось, может болит чего, может таблетку какую-то принести или что-то подобное. Ладно, ребята, это будет, конечно, немного странно, что я ночью в дом валиваюсь, но, сами понимаете, ситуация того действительно требует. Носатый, ты, 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 ты извини, что я к тебе ночью просто услышал, что ты тут плачешь. Уходи, Пиксель, я не хочу никого видеть. Ладно тебе, Носатый, я же, я же, я же помочь просто хотел. Уходи отсюда немедленно. Ладно, ладно, всё, хорошо, извини, что я тебя побеспокоил. Ё-моё, ребята, наверное, всё-таки зря я это сделал, сейчас на всех просто парах бегу к себе домой и... Блин, походу, всё-таки не нужно было заходить, наверняка житель немножечко засмущался. Может, у него просто, знаете, плохое настроение накатило, он решил ночью посидеть, поплакать в одиночестве. А я взял, зашёл в его дом и, мягко говоря, нарушил его спокойствие и его идиллию. Но, блин, ребята, я не мог это просто проигнорировать. Будем надеяться, что этот житель под утро успокоится и, естественно, не будет держать на меня обиду. А я пока что, ребята, с вашего позволения... Ой, наконец-таки лягу на кроватку и хорошенечко посплю. Ох, ребятки, всем доброе утро. Ох, вот это я выспался, конечно. Пришёл вчера уставшим, плюхнулся на кровать, вот только моя голова коснулась подушки. Вот после этого момента я вообще ничего не помню. Меня просто как отключили. И я этому, если честно, очень и очень рад. Просыпаюсь прямо сейчас на рассвете. Утречко раннее, погода свеженькая, жители уже тоже потихонечку просыпаются и выходят на улицу, а значит, ребята, всё прекрасно. И у меня, кстати, со вчерашнего дня есть одно незавершённое задание. Как вы помните, я вчера совершенно случайно стал свидетелем, ну, не очень приятного события. Житель вот в этом вот дальнем домике почему-то ночью плакал. И для того, чтобы хоть немного разобраться в этой ситуации, я предлагаю прямо сейчас пройтись по деревне и аккуратно, очень тактично, поспрашивать у его соседей, было ли такое раньше и, возможно, они что-то видели или что-то слышали. Доброе утро, носатый, я хотел у тебя поинтересоваться по поводу твоего соседа, а то я слышал там ночью он плакал немножко. О, Пиксель, уже и ты в курсе, вся деревня уже знает. А, серьёзно, вся деревня? А почему это происходит, вы, вы случайно не знаете? Ой, да кто его знает, Пиксель, он каждую ночь плачет, спать невозможно. А на вопросы он толком не отвечает, просто плачет и постоянно бубнит что-то. Бубнит что-то, а ты, случайно, никакие слова не разобрал? Ну, или ты, носатый? Да непонятно, там ничего, Пиксель, он с ума сошёл. Ну, вряд ли, если честно, он с ума сошёл. Наверняка у него просто что-то случилось, но мы не можем понять, что. Естественно, ребята, мы, как настоящие друзья, должны ему в этом помочь. Может, у него горе какое-то случилось, может, ему поддержка нужна, или, наоборот, помощь какая-то. Было бы очень странно в такой ситуации просто стоять в стороне. С одной стороны, конечно, не очень правильно вмешиваться в чужие дела. Но, с другой стороны, не каждый, ребята, может попросить о помощи и о какой-то поддержке. Поэтому, как мне кажется, мы должны взять инициативу в свои руки и постараться помочь этому носатому. Но для начала, ребята, давайте попробуем зайти к нему в домик. Его сейчас дома нету, поэтому мы можем вместе с вами немножечко разведать обстановку. Так делать, если что, не очень правильно, но, блин, ребята, всё это естественного блага. Так, я хочу быстренько заглянуть под кроватку, может, какая-то улика тут будет обнаружена. Но, к большому сожалению, я тут ничего не вижу. Мы, конечно, можем вот так вот быстро поломать кровать и поставить её обратно, но ничего, ребята, я ничего в домике не нашёл. Ни сундука вообще дома не стоит, ни верстака, ни печки, вообще абсолютно ничего. И это, на самом деле, очень странно. Обычно в этом домике всегда есть какие-то предметы интерьера. Но в этот раз я там вообще ничего не обнаружил. Кыш, 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 ну где ты? А, ничего, а кто это, кто это кошку какую-то зовёт? Я чё-то вообще ничего не понял. Так, подождите секундочку, какая нафиг кошка? У нас в деревне никогда котов не было. Я чё-то вообще ничего не понял, ребята. Я на секундочку даже, знаете, как-то затупил. Носатые тут какие-то столпились, а чё происходит? Да, короче, Пиксель, мы, походу, дело поняли, что с этим жителем. С жителем, который каждую ночь плачет? Вы про него говорите? Да, 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 Пиксель, ну, конечно, про него. Он, походу, котика своего потерял. Котика потерял? У него всё это время был котик? В нашей деревне был котёнок, и я не знал об этом? Офигеть просто, а как давно он его потерял, и где он его потерял? Да кто его знает, Пиксель? Поэтому он и расстроился, он как-то ночью дверь не закрыл. И теперь каждую ночь ждёт этого котёнка и плачет, потому что он не возвращается. Офигеть просто, а почему он нам об этом раньше не сказал? Мы бы уже давным-давно нашли этого котёнка. Наверняка в лес просто где-то отправился и просто заблудился. Вот то, что я вам и говорил, ребята, то, что я вам и говорил, нам точно нужно с этим разобраться. Во-первых, мы поднимем настроение этому жителю, и он, наконец-то, перестанет плакать. А во-вторых, мы вместе с вами спасём котёнка. Поэтому, ребята, я прямо сейчас быстро бегу к себе домой, хватаю все необходимые инструменты, а также, ребята, я беру рыбку. Недаром, ребята, я вчера ходил на рыбалку. Вот реально, как чувствовал, как чувствовал, и взял с собой удочку. Порыбачил хорошенько, и теперь поиски котика пройдут гораздо-гораздо быстрее. Не знаю, если честно, с чего начать, потому что котёнок мог уйти абсолютно куда угодно, но, блин, учитывая, что прошло несколько дней, мне кажется, котёнок будет искать еду. Поэтому, ребята, мы вместе с вами в лесу пойдём именно в те места, где можно добыть какое-то минимальное количество еды. Для начала это, конечно же, водоёмы какие-то. Вот, например, вот это вот болотце. Рыбка там всё-таки водится. Я, ребята, это знаю. Потом мы отправимся на озеро, которое находится вот в той стороне. Но если в этих точках мы ничего не найдём, то начнём осматривать абсолютно все шахты. Возможно, этот котик просто гулял по лесу и, к большому сожалению, куда-то провалился. И что самое важное, ребята, в этих поисках нужно быть очень внимательным. Как зрительно быть внимательным, так и слушать тоже очень внимательно. Любое мяуканье, любое шуршание может означать, что котик находится где-то рядом. Сейчас я быстренько перебегу на вот эту вот сторону, осмотрю ещё быстренько болото вот с этой стороны. Но вроде как, ребята, я здесь никого и ничего не вижу. В таком случае мы вместе с вами двигаемся к озеру. Озеро, как я и говорил ранее, находится вот там. И бежать до него, если честно, тоже очень и очень мало. Буквально, ну, блоков, наверное, 100, может быть, 150. Вы это озеро знаете, я неоднократно показывал его на канале. И, кстати, рыбы там гораздо-гораздо больше, поэтому, возможно, мы вместе с вами сейчас обнаружим этого четырёхлапого друга. И как-то я, если честно, совершенно забыл про нашу приманочку. Учитывая, что мы ищем котика, рыбку нужно держать в руках. Ну и, естественно, смотреть очень и очень внимательно. Кис-кис-кис, котик, котик, ты слышишь меня? Куда же ты запропастился, котик? Котик? Ребята, вы слышите это? Я слышу какое-то мяуканье, подождите, котик, кис-кис-кис, ты где? Котик, ты где? Ты где? Я не понимаю. Я чётко слышу какие-то мяуканье, но я не понимаю, откуда этот звук. Да ну нафиг. Чё, реально на дереве, что ли, сидит? Ё-моё, так вот, вот почему его житель найти не мог. Я не знаю, вообще искал ли он его в лесу, но, видимо, из-за того, что у меня в руках рыбка, он начал мяукать. Он просто залез на дерево и слезть оттуда не может. Вот, ладно, ребята, благо я взял с собой все необходимые инструменты, поэтому прямо сейчас мы немножечко, немножечко вот тут вот, вот так вот срубим дерево. Скрафтим, естественно, досочки и сделаем вот такой вот импровизированный, ну, я не знаю, мостик или лесенку. Называйте это как хотите, господи, какой хорошенький. Пойдём со мной, дружище, пойдём, бедный житель тебя там уже, ё-моё, весь обыскался, плачет целую ночь. Так, ладно, ребята, я ещё вот так вот, вот так вот аккуратненько увеличу, так скажем, пространство, чтобы котик, не дай бог, не поранился. Вот так вот аккуратненько, аккуратненько и давай, 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 смелее, 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 вот умничка, умничка, всё. Пойдём теперь за мной, давай, 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 шагай за рыбкой, шагай за рыбкой. Всё, ребята, наша с вами задача только довести его до деревни. Котик, не теряйся, пожалуйста, ё-моё, переживаю за тебя больше, чем за себя. Сейчас, ребята, мы придём в деревню, отдадим котика законному хозяину, и всё у всех будет замечательно. Котик спасён, котик нормально покушает, потому что рыбы у меня огромное количество, а Носатый перестанет плакать по ночам, и всё у него будет просто замечательно. Давай, 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 котейка, мы уже практически пришли, и я вижу того самого жителя. Ох, как он сейчас обрадуется, как же он сейчас обрадуется, Носатый, Носатый, ё-моё. Пиксель, Арнольд? Арнольд это, как я понимаю, котик, но да, это действительно, наверное, Арнольд. Обалдеть, Пиксель, три дня, три дня найти его не мог. Где ты его взял, Пиксель, где ты его нашёл? Да я просто пошёл, прогулялся по лесу, возле болотца прошёлся, к озеру пошёл, взял в руки рыбку, начал его звать, и он откликнулся. Представляешь, застрял на дереве и слезть оттуда не смог. Обалдеть, Пиксель, спасибо тебе огромное, я уже устал по ночам плакать. Носатый, так ты просто мог обратиться к нам, и мы бы тебе обязательно помогли, ё-моё. Дурная ты, Носатая голова. Вот, возьми, пожалуйста, рыбку, покорми котика и больше его не теряй. Ну, закрывай ты дверку. Коты капец, как сильно любят гулять, тем более, когда всё своё время они проводят дома. А котик, кстати, очень и очень красивый. В общем-то, ребята, на этой доброй и позитивной ноте я, пожалуй, буду заканчивать сегодняшнее видео. Не забывайте подписываться на канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик. А также обязательно заходите завтра для просмотра нового интересного видосика. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, до завтра и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok